что надо собирать потихонечку задняя ось подшипники я перебрал редуктор тоже сальник заменил здесь порошковой краской окрашивали закрасили резьбу чистил ее гайку нарезал внутри вот так вот в гайке сделал прорези и гайкой пневмопистолетом гонял нарезал резьбу вернее очищал резьбу беру новый цилиндрик фирмы брит партс номер его с правой стороны 243 302 гайки и гравера новые гайки нержавейки гравера простые а нет гравера тоже нержавейки да и гайки и гравера здесь шаг мелкие единицы на второй стороне у нас идет номер 243 303 колодки задние здесь тоже фирмы брит партс номер стс 2796 такие вот колодочки на одну колодку на эту перекручиваю вот такое кольцо а это задняя у нас идет с фиксирующим кольцом сейчас его почищу щеткой по металлу здесь в комплекте с колодками идут два вот таких болта но они даже не болты это саморезы но мы их пока наживляем но не затягиваем потому что иначе мы колодку не оденем кольцо должно немножко отходить вот а теперь можно затянуть сейчас с другой стороны покажу вот так вот колодка одевается прорезью и вот это кольцо накидывается как фиксирует его то ли у меня головка уже развернулась то ли этот саморез на 9 проскакивает вот таким образом она вставляется теперь берем устанавливаем колодку со второй стороны со второй стороны колодка имеет вот такой отлив ну не отлив а приклепанный штифт этот штифт у нас в механизм разводки задних колодок вставляется вот его сводим таким образом чтобы она у нас была наименее разведена вставляем внизу колодку и и теперь можно установить пружину вот так Slice если вы хотите уже смотрите И одеваем нижнюю. Все. Теперь опять предстоит немножко здесь геморрой. Немножко зачистить вот эта посадочная под тормозной барабан. Ее закрасили. Думаю, что барабан не оденется. Так. Барабан не одевается до конца. Теперь предстоит вот такая вот процедура. Собирать эту краску порошковую. Отдираю. Вроде бы какая ерунда ободрать краску. Но порошковую краску ободрать не так просто. При том, чтобы еще вокруг ничего не поцарапать. Вот это маленькое место чистил больше сорока минут. Вот так вот. Заказываю винты. Хорошо. Есть такая привычка не выкидывать старые хорошие еще винты, болты и гайки шайбы. От лендровера еще остался болт. Резьба здесь закрашенная. Шаг десять-полтора. Прогоню его маленько мячиком. Все вот такие тонкости не показываю. И так видео длинное получается. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот и все. И будут у нас они держаться. Также меняю со второй стороны. Разобрал я левую сторону поворотного кулака. Картина, конечно, тут будь здоров. Там, где должна быть смазка, находится песок и грязь. Здесь, как видно, смазки здесь нет. Но крестовина, тем не менее, осталась живая. Здесь коррозия. Но это еще не самое печальное. Это мы меняем. Ставим новую. Заказали вот такие поворотные кулаки новые. Их и будем устанавливать. Также вот этот сальник большой поворотного кулака тоже новый. Но хочу показать сальник, который стоит вот в этом гнезде. Размер ему 64 на 44. А здесь стоял вот этот сальник. Вот он. Хорошо видно. Он на 4 миллиметра меньше, чем должен быть. Люди, кто это делал, особо не заморачивались. И взяли, намотали на сальник изоленты. Ну, разумеется, он не стоял. Его сорвало. И свою функцию он не выполнял. Здесь есть еще сюрприз. В виде вот такого привода. Срезал овал. Его приварили, его опять срезало. Передний мост не работал вообще. Разбирал не торопясь. За что не возьмись. Во всем ждет подвох. С Кипра заказал вот такой вал. Пришел. Очень хочется надеяться, что пришло именно то, что нам надо. Номер детали 25 20 99 849 93 52. Думаю, что это и есть номер детали. Упаковано хорошо. Все, в смазке. меня интересует длина и шлицевая все отлично вал именно тот который надо теперь только остается перепрессовать вот эту втулку который у нас идет как внутренняя обойма подшипника который вот здесь стоит вот он сейчас посмотрю как чего если смогу новую найти новую закажу а если не смогу то это будем как-то восстанавливать подбирать дальше крестовину припересую и все вал у нас уже готов можно будет собирать левую сторону а потом также перебирать и правую сторону тот же самый я подозреваю сюрприз нас ждет и с той стороны честно скажу за что ни возьмись вроде бы мелочь но эта мелочь обязательно готовит какой-то сюрприз поэтому так все долго и длинно а еще и бывает желание особо не возникает когда упираюсь вот такие вещи какое-то время проходит а потом дальше начинаешь делать решил заняться наконец-то двигателем всю резину тяну тяну насколько ее не тянет а делать все равно надо теперь надо вот это вот чудо все очистить подкрасить и заменить все прокладки кроме как прокладка под голову двигатель работает исправно мягко поэтому глубоко я в него не полезу но поверхность надо весь привести надлежащий вид а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Хотел сказать, что сцепление еще живое до заклепок, трещина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маховик хороший, откручиваю ДимаTorzok